Девушки отдыхают 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 Круто! Спокойно, спокойно Мы уходим Уходим? А как же Лихо? Как это? Спокойно, он сам справится Уходим, уходим Быстро, быстро ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не надо. Я сам с ними разберусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лиху, слушай меня внимательно, брат. Ты пойдёшь со мной. Я тебе оформлю явку с повинной, и мы сегодня же улетим в Китай. Ты стал легавым? А я не хочу иметь дела с легавыми. Пошёл в сад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Он труп. Я так не думаю. Для настоящего мастера нет законов природы. Я с ребятами прочешу местность, подберу ручную кладь, а ты пока успокой своего китайского друга. Иди ты! Что это значит? Нет. Я про законы природы. Тебе это не понять. У нас забронировано. Да, верно. Поселите нас, пожалуйста, в двух номерах. Меня с женой в один, нашего приятеля в другой. А третий номер придержите до завтра. Ещё один наш друг прилетит. Хорошо, я проверю. Добро пожаловать. Спасибо. Здесь всё в порядке. Ответьте, пожалуйста. Ответьте, пожалуйста, друг. Будьте любезны. Ответьте, пожалуйста. Дай эксклюзив, потом меня начертельно. Какой эксклюзив? Не, прошу. Какой эксклюзив? Маш, ты не видишь, что ли, это безумие? Ну, пожалуйста. Ответьте, пожалуйста. Ответьте. Хорошо будет у тебя эксклюзив. Давай к служебному входу, только быстро. Хорошо. Простите. Так, простите. В аэропорту Домодедово проводилась спецоперация. О её результатах будет сообщено дополнительно через пресс-службу МВД. Пострадавших нет. Всем спасибо. Быстрее, пошли. Не нуль, слава Богу. Спасибо, ты меня просто спасаешь. Пока не за что. Ты мне дашь интервью? Нет, я не сама. Вот, познакомься. Это и Вэй Пин, наш китайский коллега. Очень приятно познакомиться. А какая связь? Смысл такой, что Вэй Пин представляет отдел китайской полиции и отвечает за безопасность Тургеневской выставки. Итак, Вэй Пин, ответишь ей на несколько вопросов? А он по-русски говорит? Еще как. Вэй. Секундочку. Ты готов? Да, конечно. У нас так не положено. Ну, и что, что не положено? Общаться с журналистами без разрешения начальства. Что, у вас в Китае есть русское телевидение? Понимаешь, я же... Я тебя прошу, всего несколько вопросов, окей? Я снимаю. Окей. Мистер Вэй, я не буду вас долго мучить. Я задам всего несколько вопросов. И так, нам хотелось узнать детали. Нина, я ли тебя нашел. Нина, у нас проблемы. Какие проблемы? Мы не обнаружили труп. Прочесали всю местность предполагаемого падения. Галяк. В управлении уже сообщил? Пока нет, но думаю, что это стоит сделать. Дело в том, что я только... А он что красуется? Красуются лошади на витрине, а он общается с прессой. Завидуешь, что ли? Да ну тебя, Нина. Что делать-то будем? Что делать? Сейчас поедем в управление, будем на месте разбираться, что делать. Послушай-ка, Нина, мне кажется, китайцу не стоит об этом говорить. Пусть сматывает удочки, валит к тебе в Китай. Давай, мы сами можем разобраться, в том числе с этим летающим китайцем. Это ревность? Ага, профессиональная. Это не тебе решать, улетать ему или оставаться, понимаешь? Думаешь, начальство за него горой станет? Слушай, а почему он не дал нам стрелять? Ну, а какой нам прок от мертвого китайца, даже если он и преступник? Какая разница, живой, убитый. Просто один китайец прикрывает другого китайца. А? Как тебе такой расклад? Да ты высосана из пальца. Ну, это мы еще посмотрим. Слушаю. Ты как, в порядке? Ли, дружище, что ты им опять накрутил хвосты? Баян, я улетаю. Я не понял, куда ты улетаешь? Я улетаю в Китай. Ли, что ты, Ли, ты что говоришь? Ли, у нас с тобой незаконченное дело, нам без тебя не выкарабкаться. Дальше без меня. Я должен соскочить с этого дела. Мне надо кое в чем разобраться дома, извини. Это касается только меня. Но я вернусь, я тебе обещаю. Связь, как и раньше. Через газету. Я тебя понял. Прости. Что случилось? Ничего. Ли соскочил. Ну, а что ты удивляешься? Этого следовало ожидать. Следующим может быть Паулу. Или я. Что тут? Сейчас не время, понимаешь, не время для разборок. Ты что, не понимаешь, что мы с тобой у крючки? И нам осталось сидеть и ждать, сидеть и ждать, пока не отвезут нас в логово к царю. А что я вам скажу, извини, босс, наш китайский волшебник сбежал, да? Извини, миссия невыполнима. Я боюсь, эта импровизация станет последней в моей жизни. Замечательно, просто замечательно. Летающие китайцы, кому сказать засмеют? Товарищ генерал, нами были предприняты все меры. Да какие меры, товарищ полковник? Прочесали местность, отлично. А человека, упавшего с такой высоты, нет. Так точно, нет. Это что же получается? Вся банда здесь? Получается так. Видимо, они прибыли по фальшивым паспортам. Мы проверили всех пассажиров парижского рейса. И практически вычислили наших подозреваемых. Но вся эта история с китайцем... Интересный у вас дивертисмент получается. Какие приняты меры на данном этапе? Товарищ генерал, нами приведен в действие план «Вулкан-5». Усилены посты на всех вокзалах и аэропортах. Проводится тотальная проверка всех прибывающих граждан иностранных государств. Хорошо. Мы не можем понять, почему они пытались взять именно эту рукопись. Ведь рядом были более ценные экспонаты. Ну, я думаю, скоро мы... От кого, если не секрет? От самих преступников, конечно. Мы уже напали на след, и надеюсь, в ближайшее время они будут арестованы. Я хотел бы сказать этим злодеям, что им лучше остановиться. Так скажите. У вас нет шансов. Мы все равно вас арестуем. Все в стороне напрасно. Мне будет очень жаль, если они меня не услышат. Думаю, что правоохранительные органы сделают все для того, чтобы выставка в Москве прошла без проблем. Мария Кускова, специально для новостей. Входите. А, Григорий Аркадьевич, ну, проходи. Что там у нас в аэропорту-то? Все в штатном режиме. Ничего себе в штатном. Ты представляешь, как я выглядел у генерала, когда докладывал об этом летающем китайце? Товарищ полковник, по-моему, у нас появились неожиданные проблемы, и об этом я пришел поговорить с вами. Без лишних свидетелей. Это съемка камер видеонаблюдения аэропорта. У нас мало времени. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Творюшка, какая ты у меня хозяйка. Чего? Видите? Что? Ну как что? Посмотрите. Наш китайский коллега и преступник что-то говорят друг другу. Причём обратите внимание на выражение их лиц. Это не ругательство двух соперников во время драки. Это передача информации. О, это видно по губам. Наш китаец как будто предупреждает преступника о чём-то. Теперь преступник ему отвечает. Вот видите, он даже кивает головой. То есть он понял, принял информацию. Так ты что же, хочешь сказать, что между преступником и китайским полицейским существует сговор? Это ещё не всё. Давайте посмотрим дальше. Вот, видите, что этот человек сейчас больше всего хочет, чтобы преступник остался жив. Я, конечно, ценю твои способности в психологии, но нам нужно точно знать, о чём они говорят. Для этого нам необходим человек, понимающий язык и умеющий читать по губам. То есть нам нужен переводчик. А на дворе ночь. Точно! Как же я забыл. КПЗ. КПЗ? Ну, я надеюсь, там-то хоть один китайский найдётся. Хорошо, если он будет говорить по-русски. У меня заговорит. КПЗ. Это мы. Заходите. Сегодня в гостинице была облава. Ваша милиция приходила. Кого-то арестовали и увезли в отделение. А мы-то здесь при чём? Опять ты начинаешь. Баян, о нашем деле говорит весь мир. Нас в любой момент могут поймать. И что? В конце концов, я не вор. Я хакер. Это, мой дорогой друг, примерно одно и то же. Скажи мне, разве не ты взламывал банковские системы, а потом с помощью поддельных пластиковых карточек получал деньги? Причём немаленькие. Но здесь есть одна важная деталь. Я всё это делал наспорно. Миленький мой. А за понты рано или поздно приходится расплачиваться. Вот. Объясни мне, что означает слово понты. А понты, мой дорогой Пау, это когда мальчик из хорошей семьи после нескольких затяжек дури в дискотеке вдруг решает, что он очень крутой. И что он может изменить мир, как детский конструктор. А наутро к нему приходят плохие парни и говорят, ну что, братишка, покажи, на что ты способен. Вытащи вон у того богатенького кошелёчек. И мальчик рад бы всё забыть, но не может. Потому что боится показаться слабаком в глазах старших парней. И он идёт и крадёт этот грёбаный кошелёк, который ему нафиг не нужен. Вот, Пауло, что такое понты. Я просто не хочу сидеть в тюрьме. Да не будешь ты сидеть в тюрьме, не будешь. Я тебе обещаю. Этот, обращаясь к этому, называет его Блад. Брат. Так, это интересно. Что дальше? Можно его перемотать. Стоп. Чуть-чуть назад. Включай. Он звать его в Китай. Там его никто не трогать. Я же вам говорил. Подожди, подожди, майор. Это точно перевод? Да, начальника. Я решение принял. Мы с вами соскочим с этого дела. Соскочим? Как мы это сделаем? Ты же знаешь, что русская мафия нас тут же уничтожит. Ну что вы такие скучные? Просто скучные. Мафия. Пауло. Они и так, в любом случае, захотят нас убрать. Наш дорогой Ли Ху уехал в свой Китай, и поэтому без него мы не сможем украсть рукопись. И как только они узнают про это, нашему делу каюк. Поэтому у нас есть только один шанс. Как можно дольше водить их за нос. Потому что, если они узнают, мы с вами из просто исполнителей превратимся свидетелей. Думаю, что китайская сторона будет очень недовольна. Если мы захотим проверить их сотрудника, тем более арестовать его. Это во-первых. А во-вторых, мы вообще не сможем этого сделать. Ты вот что? Ты давай дуй в отдел связи, а я жду тебя здесь. Давай. Добрый вечер. Приезжайте. Начальство. Инспектор Вейпин. Слушаю. Виноват, товарищ полковник. Я нарушил устав и готов понести наказание. Но в России интервью дают все, кому не лень. Так точно. По приезде я все изложу в рапорте. Я думаю, что, скорее всего, он попытается из Москвы перебраться обратно в Китай. Что они тебе там такого наговорили? Узнали, что я давал интервью. Откуда? В Китае есть спутниковое телевидение. Еще один прокол с моей стороны, и придется искать другую работу. Можно подумать, ты что-то еще умеешь делать в этой жизни. Почему и нет? Я умею неплохо готовить. О, боже. Откроешь в Москве китайский ресторан, я после напряженных милицейских будней буду приходить к тебе усталая и голодная. Не мое, конечно, дело. Ну, ты бы как-нибудь поаккуратнее, что ли, выстраивал свои отношения с Ниной. А то все управление наблюдает за твоими ухаживаниями. Сплетни. А мне скрывать нечего. Я человек холостой, имею право. А ты сейчас сам не ревнуешь ее к этому в Эпину? Ну, ладно, ладно, ладно. Сказал же, не мое дело. Войдите. Товарищ полковник, разрешите передать товарищу майору? Ну, давай, передавай. Разрешите идти. Идите. Так, что у нас тут? Есть! Есть основания. Запрашивают санкцию на арест. О! Взгляните. В списке лучших учеников знаменитой школы в Удане, Ушу, фамилии наших парней. Ну, и что это доказывает? Ну, как что? Товарищ полковник, они друзья с детства. Таких совпадений не бывает. Я убежден, что между ними существует какая-то связь. И все основания предполагать, что это связь криминального характера. Разрешите выполнять. Давай. Слушай, я тут подумала, а может ресторан где-нибудь на островах, а? А почему бы и нет? Криш, ты что чудишь? В управлении узнаешь. Сдайте его дежурку, пусть оформят задержание. Товарищ полковник, что у нас происходит? А вы по поводу нашего китайского коллеги? Да, нашего китайского коллеги. Тебе не показалось странным, что вместо того, чтобы помочь нам, он, по сути, сорвал нам задержание опаснейшего преступника? Устроил тут шоу, понимаешь ли, с восточными единоборствами. А когда у нас возникла необходимость применить оружие, он чуть ли не грудью стал его защищать. Ну и что вы хотите этим сказать? Ну согласись, странно, когда преступник и полицейский, оказывается, учились в одной школе. Согласись, такие совпадения бывают нечасто. Простите, Сергей Анатольевич, а автор этой версии майор Пустовей? Товарищ капитан, вопрос очень серьезный. Я не понимаю, почему лучший аналитик управления, вместо того, чтобы помогать следствию, пытается во всем искать личный мотив. Виновата, товарищ полковник. Разрешите идти? Идите. Гриша, твоя инициатива. При чем здесь инициатива? Есть факты, о которых ты, наверное, уже знаешь. Что-то слишком быстро появились эти факты. Не, ну, не цепляйся, а. Пойдем лучше кофе выпьем. В ту ночную кофейню, которую мы нашли. Помнишь, когда попали под дождь? Ты считаешь, сейчас самое время? А почему бы и нет? А почему? Я не знаю. Ё-моё, да что за дурдом сегодня? Да входите! Факс из Китая. Только что пришел. На китайском? Никак нет. На английском. Спасибо, Артур. Иди. Иди отдыхай. Угу. Есть. Нам известно, что инспектор Вейпин и подозреваемый Лиху действительно закончили одно учебное заведение. Алло. Молодой человек, это очень подозрительный тип. Я давно за ним наблюдаю. Посмотрите, какая у него, извините, рожа. Ну, знаете что, рожа-то у нас у всех не стала. Я слежу за ним от самого аэропорта. Не подумайте ничего плохого, так? Просто женское любопытство. Так вот, я говорю вам, это преступник. Он скрывается от следствия. Я его боюсь. Да бросьте. Нормальный мужик. Ну, мало ли, может, на флоте служил. Слушайте меня. Этот человек совершил убийство. И мафия решила спрятать его подальше. Кстати, его уголовная кличка Лохматый. Да? А какие факты? Ну, во-первых, он приехал в аэропорт совершенно раздет. Слышно? Ну, в одной майке и налегке. В кафе, где я совершенно случайно оказалась рядом, к нему подошли два типа. Один из них передал ему сверток, где были куртка и свитер. Знаете, это не наказуемо. Не перебивайте. Второй тип отдал ему саквояж. Вот этот. И сказал, Лохматый здесь иглы. Будь осторожен. В багаж не сдавай. И что все это значит? А это значит, что криминальный авторитет по кличке Лохматый переводит отравленные иглы, которыми банда преступников убивает людей. С чего вы это взяли? Да с того, что они все время говорили о трупах. И в какое место, извините, втыкать иголки, чтобы клиент, как они выразились, не дергался. Уважаемые пассажиры, самолет входит в зону сильной турбулентности. Просим пристегнуть ремни и убрать откидные столики. Леш, ты не видел, куда китайцы повели? Да вроде к генералу. Они там? Я приношу вам официальные извинения за те неприятности, которые произошли у вас по вине некоторых наших сотрудников и их подчиненных. Мы с ними разберемся и накажем по всей строгости. Не надо наказывать, товарищ генерал. Кто старое помянет, тому глаз вон. Смотри, не зря время тратил в школе. Слушай, ты уж прости нас, дружок. Ну что, майор, как надел наручники, так и снимай их. Для настоящего мастера кунг-фу законы природы не существует. Проходите. Садитесь. А вы садитесь рядом. Поехали. Лохматый, Михаил Иванович. Фамилия такая. А вот мой паспорт. Всемирный съезд по нетрадиционной медицине. Я выступаю на этом съезде с докладом от российской стороны. Вот моя аккредитация. Пожалуйста, вот. Да, да, да. А, это иглы собственного изобретения. Хотел их представить коллегам на съезде. Вот стерва. Вы знаете, почему вас задержали? Товарищ начальник, это я во всем виноват. Вот дерьмо. Да где же он спрятан, этот дурацкий номер? Так, 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 так. Так вот он. Я это сделал, 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 сделал. Думаю, так будет лучше. Всем нам. Так, 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 так. Лохматый Михаил Иванович, доктор медицинских наук. Караваев Фёдор Фёдорович, работник, так сказать, сельскохозяйственного труда. Ну, ты извини, ошибочка вышла. Чёрт попутал. Вернее, это чертовка. Как начал обложить преступник, преступник, смотри, какая рожа, смотри, какие татуировки, кстати, а... На флоте служил. Ага, я так и подумал. Слушай, а что она там ещё блажила про то, что ты в аэропорту умаскировался, там одежду менял? Так я в тот день из Сингапура прилетел. Был на симпозиуме. Там сейчас плюс сорок пять. Вот мы аспиранты и подвезли новые иглы. И одежонку. Ну да. А что она ещё про трупы какие-то говорила? Ха-ха-ха, трупы. Федь, я ж доктор. Мы ж всё на трупах проверяем. Работа наша такая. Ну, понятно. Ну, ты извини меня за всё это. Ну, брат, и ты не серчай. Ну, давай выпьем, что ли, за знакомство. Потом это... Ой. Нихао. За освобождение. Её не пью. Так я тоже не пью. Ну, хоть чаем. Давай. Вот она. Агата Кристи. Мать её. Сейчас я ей скажу пару ласковых. Погодите. Счастливо. Сумасшедшая какая-то. Ну, зараза, ты мне ещё попадёшься. Извините. Не надо нервничать. Ну что, опять будем в номере сидеть? Нет, в номере сидеть не будем. Пойдём-ка лучше прогуляемся. Поглядим на Красную площадь. Или куда там ещё туристы любят ходить? В метро. Нет, в метро мы с тобой не пойдём. Знаешь что, позвони, пожалуйста, Паулу, узнаешь, жив он там или нет. Не отвечает. Наверное, помер. Так, вот это мне уже не нравится. Знаешь что, ты иди одевайся, а я пойду схожу, посмотрю к нему в номер. Всё нормально там или нет? Ладно? Иваныч, ты, ты прости меня. Да ничего, всё нормально. Ты дорогу-то свой шиолень найдёшь, может помочь? Нет, спасибо, я как-нибудь сам спрошу вон у девушки, красавица. Она мне всё объяснит. Осторожно с девушками, в шиолень женщинам не нельзя. Это я понимаю. Ну давай. Пока. 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 Извините, одну секунду, пожалуйста. Да, я слушаю вас. А, вы знаете, это, я житель, этот номер, это мой, а там мой друг, мы рядом с женой живём, а друг рядом с нами, и мы, мы сидели вчера у него, и мы пить, пить, виски, виски. И, эээ, я всё забыл, у него в номере, эээ, кошелёк, и там, я забыл, теперь друг на экскурсия поехал, а я не могу, у меня нет денег. Виски. Слышь, Архан. Да, пожалуйста. А как мы с ним будем базарить, он же француз. О, это попадос. Я тебе давно об этом хотел рассказать. А что не рассказал, если... Да ты сам торопил меня, давай быстрее, давай быстрее. Тусклый. А? Ты не тусклый, ты тупой, тусклый. Чё это тупой, а? Потому что по-английски будем базарить. Ммм, откуда ты знаешь английский? А что, зря, что ли, меня царь за границу всё время посылает? Зря, что ли, я пять лет на нарах по самоучителю английский изобрел? Вот оно и пригодилось. Гуд морнинг. Хай. Хай. Он чё, фашист? Хай. Я на одну секундочку. Где же, где же? Сейчас, одну секунду. Оу, оу. Спасибо, спасибо вам большое. Здравствуй, дорогая Варвара, пишу тебе из самого Китая, сообщаю, что я жив, здоров и сейчас направляюсь прямо в Шаолиньский монастырь. Буду искать себе учителя. Аэропорт Суньшань, Шаолиньский монастырь. Прикинь, один мужик в самолёте мне сказал, что в Шаолине учатся 40 тысяч человек. Я сначала даже подумал, что привирает. А теперь сам вижу, народу здесь тьма. И все тренируются, аж завидки беру. Здесь кто-нибудь выходит? Да, остановите. Ну, а ось и меня не прогонит. Ух ты. Ладно, приехал я. Варька, глазам не верю. Я в Шаолине. Добрые люди посоветовали мне сначала сходить на кладбище. Интересные у них памятники. По-моему, из кирпича. И под каждым мастер лежит, представляешь? В общем, святое место. Да. Ой, извините, я потом напишу. Нихао, Варька. По-ихнему это значит здорово. Если б ты знала, какая здесь красотища и порядок круглый. Кстати, баб здесь нет совсем. Так что не переживай особо. Один мужик сказал, что женщинам сюда вообще нельзя. И Варвара хоть и скандальная, а я тебя все равно люблю. Ивану привет. Он там моего жигуля еще не разбил. С китайским приветом твой Федор. Как устроюсь, напишу. Смотри, это же твой номер. А вот это мой. Он пробивал всю мою телефонную историю. Видишь, смотри, смотри. Вот и вот. Этот звонок мне поступил от Шерхана, когда мы были в музее. Так значит, он сначала пробил все звонки Шерхана. Там были и российские номера. И таким образом он хочет выйти на номер телефона. На номер телефона царя. Только зачем он это сделал? Чтобы скорее нас свести. Нет, Леночка. Не в этом дело. Я думаю, что ему нужна свобода в обмен на наши с тобой жизни. Но это безумие. Он просто не знает русских бандитов. Так. Ну-ка. Извините, у вас в номере делать уборку? Нет, спасибо. Чуть попозже. Мы сейчас поедем экскурсию. Хорошо. Всего доброго. Ты кто? Я? Я Федя. Я из России. Я приехал учиться моевому искусству. Фу. Нет, нет. Сюда нельзя. Чего? Сегодня закрыто. Пойди отсюда. Уходи. 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 Пойди меня. Дядя, ты что? Я нормально. Ну, отпусти. Дядя, ты что? Я с тобой. Я с тобой. Дядя, ты что? Дядя, ты что? Ты кто? Привет. Ранее, смотрю, у тебя утро начинается в 9.22. А, я проспал, будильник не услышал. Заходи. Я мигом. А у меня, между прочим, новости. Хорошие? Не знаю. Значит так, ты сейчас спусти снизу, возьми себе чашечку кофе, потом спущусь я, поймаю машину и приду за тобой, и я тебе дам номер и телефон у одного человека. Что за человек? Женщина. Моя старая знакомая. Это она? Кто она? Ну, кто она? Та самая, с которой ты сбежал во Франции. Так, малыш, ну сейчас не время для выяснения отношений. Правда, не время. И потом выбор, небогат. Ты что это? Саша, пожалуйста. Саша, пожалуйста, я тебя очень прошу, пожалуйста, у меня такое плохое предчувствие. Давай, мы пойдем в милицию, давай, мы все расскажем, давай. Ну что, ну что ты говоришь? Ну давай. Ну что ты сейчас говоришь? Какая милиция? Ну какая милиция? Что ты сейчас должна делать? А? Что нужно делать? Я иду пить кофе. Иди, правильно, иди. Держи. Одеваемся. Так, держи. Так, сейчас я тебе дам номер телефона. Ее зовут Наталья. Ты ее любишь? Ты что, с ума сошла, Лена? Лена, Лен, ну, малыш, ну что ты? Ну, ну прошу тебя, ну правда, правда, правда. Сейчас не время для выяснения. Умоляю, я надеюсь, мы с тобой договорились, ладно? Ну все. Хорошо? Давай. Спускайся, я пойду поймаю машину. Тридцать минут назад в управление пришел факс. Утром в пекинском аэропорту, в самолете, прибывшем из Москвы, кто-то совершил нападение на таможника и скрылся. Твое руководство считает, что Ли Ху уже в Китае. Тебе приказано вернуться. Вон даже как. Но это еще не все. Я лечу с тобой. Положи барабан. Что происходит? Этот длинноносый проник на территорию и поднял барабан. Вот не дает заниматься, отвлекает. В Шаолине немногие могут поднять этот барабан. Лет сорок назад я поднимал его. Молодец. Я тебя хвалю. Да. У нас в деревне чего только таскать не приходится. Ха-ха-ха. Ты пойдешь со мной, а вы занимайтесь. А-а-а. Ага. Ага. Ну, здравствуй, баянчик ты мой разлюбезный. Вот я тебя и нашел. Иди. Ты это особо не прятался? А дружок твой Павло по-другому считает. Он почему-то решил, что мы добрые разбойники. Думал, сдам баяна, мне бочку варенье дадут, дурилка картонная. Ты что, это опять поиграть с нами надумал? Ну, что ты. Садись. Ты давай повешай. Ну, что? Двигай давай. Себели борщнями. Ну. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok